Чем опасны мусоропроводы в многоквартирных домах? Таким вопросом все чаще задаются жители округа. Люберчане стали добровольно отказываться от этой услуги. Почему? Разбиралась Анна Троян. Запаха не стало, и воздух хороший, и чище стало. Ни крыс, ничего нету теперь в подъезде. Сколько мусоропровод не чисть, лучше не станет. В этом уверены жители улицы Южной. Причин для отказа. От, казалось бы, удобного решения для выброса отходов много. Получается чистота на лестничных площадках везде, непосредственно где мусоросборники. Во-вторых, исчез неприятный запах, который постоянно доносился из мусоропровода, когда все это накапливалось. И третье, самое главное, что исчезли из подвала грызуны. Нету ни крыс, ни мышей, ни клопов, ни тараканов. В 19-м доме по улице Южной мусоропровод не работает уже больше двух лет. Люберчане говорят, что в подъездах перестала скапливаться даже отслужившая свое домашнее утварь. К тому же мусоропроводы противоречат концепции раздельного сбора отходов. Из 885 домов, которые обслуживают ЛГЖТ, более 293 домов с момента застройки были оборудованы мусоропроводами. На начало 2019 года у нас уже из этого количества домов более 30 домов были с заваренными мусоропроводами. И на данный момент у нас уже 59 домов без мусоропровода. Оставить мусоропровод в подъезде или нет, решают только жители. О своем желании можно сообщить в единую диспетчерскую службу или старшему по дому. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.